Христос посреди нас, мои родные и любимые христолюбцы, все братцы и сестры во Христе, всем желаю радоваться и веселиться в Господе. Всем желаю возрастать во внутреннем человеке через отвержение себя и добрыми делами любви ко всем и каждому. Уповай на Бога, Его дарами, видимыми и невидимыми, для Его славы. Ибо Он сказал, тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли, а они и прославляли Отца Небесного. Ну давайте помолимся и я кое-что сегодня скажу. Господь мой Бог наш, Иисус Христос, живой и неизменный в слове Своем Бог, воля Которого одна, чтобы все мы были счастливы. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Спасибо тебе, Господи, за все. За всю любовь твою. За то, что всегда нам подаешь все потребное для жизни, радости, веселья и благочестия. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Спасибо за все. Благослови, пожалуйста, уста говорящего, уши всех слушающих и блаженной руки всех печатающих. И да в проповеди в этой, в записи в этой, в трансляции в этой прославишься ты, пришедший во плоти, Господь мой Бог наш, и явивший нам имя свое, которое есть любовь во всех своих благодеяниях и даже докрестной, жертвенной, добровольной смерти на кресте, чтобы открылось помышление сердца моего и сердца всех, всех, кто познал, всех, кого коснулась Евангелия Твоя, проповедь, благовестия Твоего. И чтобы через это сосерцание Тебя, любви Твоей, узрели мы всю любовь Твою, Господи, о воскресении Твоем, узрели божество Твое, о вознесении Твоем, бесценный дар свободы человеку, данный Тебе от начала времен и до конца. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Господь, живой Бог, любовь, Иисус Христос всегда был, есть и будет посреди нас. Мы не молимся Ему, мы беседуем с Богом, помните. Господь вознесся и сокрылся от нас по плоти только для того, чтобы мы добровольно творили добрые дела любви к человеку, к брату, к ближнему своему, к сестре своей, ко всем, ко всем на свете. Ну что, сегодня воскресенье, хотя у меня на самом деле не воскресенье, а вторник сегодня. Но ролик я поставлю в воскресенье специально. У меня снова есть атрибутика. Хлеб, лаваш, правда сдобный. Вино. Ну на самом деле не вино и даже не сок, а опять заваренный, остывший чай каркаде. Вот так что, вот, все, что должно быть, воспоминания Господа у нас имеется. И я хотел бы с вами поговорить опять. Давайте почитаем. Я вот себе на бумажечке написал, чтобы так все-таки достаточно дословно произнести. Читать я, в принципе, буду по Луке, у нее самое полное. Когда они ели, Иисус, взяв хлеб и благословив, преломил. И раздавая ученикам, сказал, примите, ешьте это тело мое. Но по Луке мы читаем, что прежде этого, ну, во-первых, мне хочется сказать, я не могу удержаться. Это вот живой пример, да, когда они ели. Если внимательно прочитать, что происходило на прощальном ужине Господа с учениками, и что происходит сейчас в конфессиях, то, как всегда, очередные несостыковки. Во-первых, они ели, они постились, возлежали, они стояли. Во-вторых, это был ужин, а не утренний, не обедний, не завтрак, да. Это очень важные моменты, да. Вот. И меня всегда поражает о том, что, да, все претендуют на какое-то... Ведь Господь сказал, сотворите и научите все, что я делал и чему учил. Ну, как мы видим, что, как делал Христос, делается все прямо противоположные вещи, да. Если они ели, то мы теперь постимся. Если они лежали, мы теперь стоим, да. Если это было на ужине, то мы теперь это будем делать с утра. Такое ощущение, что делает специально все прямо противоположно тому, что делал и чему учил Иисус. И вот он, взяв хлеб, благословив, преломил. И раздавав ученикам, сказал, примите, ешьте это есть тело мое. По Луке мы видим, что... Ну, вот если прочитать всех синоптиков и Марка, и Матфея и Марка, то мы видим. Также и чашу после ужина. Говоря, эта чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. Так написано у всех синоптиков Матфея и Марка и Луки. Но у Луки есть такой очень важный, как мне кажется, как всегда, ибо Лука, как сам писал о себе, что он свое Евангелие писал по тщательным исследованиям. Действительно, он был очень такой дотошный, молодец. И многие вещи такие подчеркнул, порой очень важные. И вот то, что я сейчас прочитаю, вы сами это можете обратиться к новому завету, конечно же, к Евангелиям проследить. Если в Марке и Матфея мы видим, что сначала говорится о хлебе, потом о чаше, то у Луки говорится как бы вроде бы то же самое. Но перед тем, как сказать о хлебе, все-таки мы читаем такой стих. И взяв чашу, и благодарив, сказал, примите ее и разделите между собой. А потом он тоже говорит то же самое о хлебе. И опять, кстати, что именно после ужина, это тоже именно у Луки сказано. Вот. Ну, давайте все-таки... Хотя, наверное, все-таки начнем действительно как по Луке. Господь берет... А, ну и в принципе, я вам что хотел сказать. Вы помните, что апостол Павел в послании к Римлянам с 12 и в принципе по 14 главу, как я многим говорил, а по сути до конца, как всегда, ну, структура любого Евангелия, любого послания простая. Верь, надеюсь и люби. И поэтому к концу мы всегда читаем, конечно же, много о любви к ближнему именно. Причем не к Богу, а к ближнему. Это очень важно тоже помнить. Богу от нас ничего не надо. Как Господь сказал, так потом и говорили апостолы, что если ты любишь Бога, действительно, твоя любовь проявится в любви к ближнему. В благодарении Богу за все и уповании на Него. Потому что тот, кто признал, что Иисус Христос – это Бог, имя Которому любовь, тот естественно, это его истина, его вера проявится в чем? В уповании. Потому что Господь сказал, в день скорби, ну, на самом деле, в день любой нужды, призови меня, я избавлю тебя и подам тебе все, и ты прославишь меня. Формула очень простая. И именно это путь жизни, Господь сказал, я есть путь истинной жизни. Вот он, путь нам известен. Я в день скорби призываю Иисуса Христа. Он, как Бог, избавляет меня и дает мне все благое, а значит, Он может и хочет, и я, что делаю, прославляю Его. То же самое делают другие люди. Мы в день скорби помогаем их, они познают то, что мы можем помочь силою Божьей, всеми дарами Божьими, и делаем это из любви к ним. И люди прославляют Отца Небесного, видя наш свет, наши добрые дела. Свет там символ, потом он расшифровывается, что это добрые дела. И Павел в римлянам, ну, он там перечисляет дела любви, как любить ближнего, принимать странствующих, там много-много. Он говорит, любите друг друга с нежностью, это все в римлянах, кто хочет, сейчас поставьте на паузу или до, или после прочитайте. Римлянам хотя бы с 12-ю по 13-ю, 14-ю главу, 3 главы, или вообще до конца римлянам с 12-ю по 16-ю, или сколько там глав, 15-16-ю, я уже забыл, 15-15, по-моему. Вот. Но у него есть такой один стих, где он говорит, радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущимися. И вот я вам хочу сказать, что это настолько глубокие стихи и настолько они кратко и тезисно подходят к воспоминанию прощального ужина Господа с учениками, что, честно, лучше сказать было невозможно. Просто невозможно, да? Именно поэтому вот символ хлеба и символ вина – это радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Хотя вы помните, очень часто я вам говорил, что, конечно, образ вина – это образ как раз, как образ крови сначала, образ скорби, да? И нам все окажется, что дела любви, отвернуть себя, все от себя оторвать, отдать другому – это же такая печалька для меня, я так буду страдать без всего. Оказывается, что это вино, это кровь оказывается для меня вином в оконцовке, да? Потому что любовь, в которой я пребываю, в любви к ближнему, потому что Бог любит нас, и пребывать в Божьей любви – это не значит купаться в Его благодати. Нет, пребывать в Божьей любви – это значит пребывать в любви к ближнему. Там именно так глубоко и духовно читается та первосвященническая молитва Господа нашего и Творца, и Спасителя, и Создателя. Вот, что пребывать в любви Божьей – это не значит купаться в его лучах любви его, нет. Пребывать в любви Божьей – там Господь, ну, кто это способен духовно читать? Он и говорит, что «любовь, открыл я имя твое, чтобы любовь, в которой ты любишь нас, в них пребывала, любишь меня и любишь их». То есть в нас пребывает любовь Божья, которая любит кого-то. Поэтому мы пребываем в какой любви Божьей, не в смысле, что мы купаемся. Иоанн Богослов, что послание, что «Евангелие не читайте по плоти, не закалывайте себя этим мечом обоюдоострым». Это духовное дополнение к синаптическим, так скажем, плотским Евангелиям, хотя и там, понятно, видно все, и плоть, и дух. И, по сути, Евангелие от Иоанна Богослова – это тоже и плоть, понятно. Оно написано повествовательно, вроде бы в согласии со всеми Евангелиями. Это чудо, как оно написано вообще. Я всем говорю, это альфа и омега. Лучших тезисов для Евангелия Иоанна Богослова я не нахожу, но хотя, в общем-то, он писал откровение, это оттуда все эти слова. Ну, хотя они, понятно, они есть и в Ветхом Завете, что Господь, есть альфа и омега, первое, последнее, начало и конец. Но это вот и тезис к его, и посланию, и Евангелию, он всегда берет вот, плюс-минус бесконечность, если математическим языком выражаться. И это поражает. И вот один из, поэтому, конечно же, наоборот, образ хлеба, это образ учения, образ крови, это образ жизни. Но также вы помните, я говорил, что образ крови, это, конечно же, образ вот именно жизни, жизни в заповеди, кажется, Господь сказал. Иго мою тяжело, и бремя возьмите на себя, иго моё. Ну, в концовке вы помните, как сам Господь говорит, иго моё благо, а бремя моё легко. И в чем смысл? Потому что человек, начинающий любить ближнего, потом на опыте познает, что именно эта любовь, в нем пребывающая, делает его радостным, счастливым, блаженным. Помните, все эти плоды духа, мирным, долготерпеливым. Ну, там же есть это слово блаженство, благостным. Вот, это все именно делает человека любовь. Поэтому пребывающий в любви не в смысле от Бога купающийся, а в любви к ближнему пребывающий в Боге пребывает, и Бог в нем. Духовно читается, и именно так. Ну, и, конечно же, мы пребываем в любви от Бога, потому что мы любим ближнего, и Бог, а Бог и есть радость. И он, когда в нас этой любовью к ближнему пребывает, он нас же делает счастливыми. Тут все понятно. Вот, и поэтому эта кровь, жертвенные, дела любви к ближнему становятся для нас вином. А вино что делает? Веселит и радует, и упивает, опьяняет. Вот, иначе ни одна пирушка без этого, вы знаете, ни один брачный пир, что-то я не видел, чтобы на сухую проходило, как выражается, да. Вот. Ну, давайте мы сегодня начнем вот опять, вот именно, да, с этого образа, образа скорбей. И как прекрасно Лука подчеркнул, и Господь действительно, значит, так и говорил, что прежде всего, прежде чем даже преломить хлеб, хлеб образ, сегодня мы будем рассматривать как образ, наоборот, да, жизни, счастья и радости, то он берет эту чашу, и что он делает? Он подает ее ученикам, с какими словами? Разделите ее. Он не говорит дальше о том, что это моя там чаша. Ну, и вы помните, что Павел сказал. Мы начнем со второй его части, ну, чтобы закончить радостью все-таки, ибо Евангелие, любое послание, вы помните, как начинается и как заканчивается, да. Да, заканчивается я радостью, Христос воскрес, Христос вознесся. Мы бессмертны, мы свободны, и мы любовь. Вот, и поэтому я хочу начать все-таки с второй части цитаты Павла, о плаче с плачущими. Надо это очень понять. Вот чаша скорбей человеческих, она разделяется. Они каждый брали и ее отпевал. Вот у человека горе. Что такое любовь? Каждый отхлебнул по чуть-чуть, и нету горя. А можешь, выпей и всю за него эту чашу до конца. А если каждый по чуть-чуть и допьет, ну и что? И все. Он же потом говорит, что это чаша скорбей, чаша крови. Да, вот каждый, если бы мы делили друг с другом несчастье, горе, какие-то проблемы, плакали с плачущим, все. Ну, кто утешал ближнего, тот знает. И кто сам кого утешали, когда был в печали, когда человеку спасали, из петли вытаскивали, грубо и образно говоря, может быть, у кого-то там и по-настоящему. Из действительно трудных ситуаций в жизни, тот знает, что это такое. Кто нес с кем-то бремя какое-то, тот знает, как легко это нести. Когда с тобой разделяют, тебе правда в два раза легче. Что ты один, ну, берем простой банальный пример, когда у тебя действительно, ты там тащишь здоровый груз, и кто-то с тобой там половину отсыпает, и несете вместе. Или, знаете, большую сумку, помните? Я не знаю, ну, раньше у меня такое было, там и с родителями, или еще с кем-то, с друзьями. Двоем берете каждой по ручке, то одна сумка, а то взяли по ручке. Да, нести-то в два раза легче. Вот это любовь. Конечно же, это любовь. Это разделение с ближним, его горе. Его горе, его скорби. Для чего Бог все это нам попускает? Бог же любовь. Он нам попускает, чтобы другие научились любить. И один научился любви активной. Теми дарами, каким ему Бог дал. А он обязательно человеку все дает, чтобы он решил эти проблемы, и именно поэтому этого страждущего послал на его пути. А тот, кто берет это, принимает, учился любви пассивной, благодарности. С другим он научится потом в другой роли. Мы либо в той роли, либо в той. Либо в любви активной, либо в любви пассивной. Любовь пассивная к Богу. Любовь только одна может быть пассивной. Богу нам дать ничего не надо. А к людям мы учимся и любви пассивной, и активной. Те, конечно, которые в полноте возрастают в любви пассивной к Богу, возможно, именно этим людям Бог будет такие дары давать, что они будут с ближними как раз активной любовь проявлять. Вот именно Бог им все будет подавать. Дары какие-нибудь супер. Они только и будут служить ближнему, являя в себе Бога, в себе Христа. Потому что они будут только давать, давать, давать. Но это потому, что сами они возросли в величайшую заповедь любви к Богу, благодарности. За все благодарят, все терпят, во всем уповают. Бог им будет подавать, чтобы именно такие достойные дети являли в себе Бога. Его дарами раздавания. Потому что эти люди способны не совратиться. И как Павел говорил, умею жить в скудости и изобилии. О чем он говорил-то, когда там были огроменные подаяния уже стали делать. И он в Иерусалим с ними ходил. О том, что он мог не совращаться и подвязаться дальше. Как он говорил, и поститься, и не увлекаться ни роскошью, ничем. А жить, как и Господь жил. Как он сказал, великое благо, быть благочестивым и довольным. Он довольствовался тем, что есть. И довольствовался специально малым, естественно. Все остальное он употреблял на любовь к ближнему. Это уж безусловно. Вот что такое чаша-то, которую мы разделяем. Что такое хлеб? Радость. Мы не умеем сорадоваться ближнему. Мы не умеем. А все почему? Потому что нет любви. Потому что, как Иаков говорит, исполнены зависти и лукавства. Говорит, откуда у вас ссора и распри-то? Порой у человека счастья, а мы готовы его в чан с дерьмом затолкать. Нет бы порадоваться с ближним. Вы помните, как Господь, что он сделал-то? Когда они ели, Иисус взяв хлеб и благословив, благодарив Бога, преломил и раздавая ученикам, сказал. Господь преломлял и раздавал. На прощальном ужине уже, конечно, чуда не было. И у нас лишь образ, да, что Господь преломляет хлеб и раздает каждому. Заметьте, хлеб как бы умножается. Он у каждого есть. А чаша, кусочков уже много появляется. И, в принципе, каждый кусочек, это же хлеб, хлеб. Природа-то одна. Ну да, в теории он как бы уменьшился. Но природа осталась одна и та же. И каждый получил хлеб. Чаша идет по кругу. Одна. Она испивается и уменьшается. Скорби и скорби конечны. Скорби можно испить. Скорби когда-нибудь закончатся. У чаши есть дно. Ее объем скорбей определенный. Хлеб бесконечен. И вы помните прекрасно, что эти же символы в Евангелии Иоанна Богослова, я вам напоминаю, что как раз именно Евангелист Иоанн Богослов на прощальном ужине, с прощального ужина убирает все. Мы не видим ни хлеба, ни вина. Мы видим именно духовное понимание о том, что Господь взяв и делом явил свою любовь. И умыл ноги ученикам. Потом вышел, отдал себя противящимся себе и даже ненавидящим его в руки грешников. И сказал, что я вам делом явил, словами говорю, любите друг друга, и потому узнают, что вы ученики мои. А Иоанн Богослов в послании говорит, и дети мои узнают, если вы будете любить друг друга из любви ко мне. Он там говорит так в Евангелии, а в послании тоже красиво говорит, дети Божьи узнаются так, кто из любви к Богу любит ближнего. То же самое Иоанн Богослов пишет в Евангелии, что Господь говорил такие же слова. А потому я есть этот путь любви к ближнему. Истину вы познаете, идя этим путем. И будете иметь благо бытие, блаженную, счастливую жизнь вечную. Жизнь вечную можно иметь и неблагую. Суд будет над всеми христианами. И творящие добрые дела будут иметь благую жизнь вечную. А творящие злые, совратившиеся, даже веруя во Христа по плоти, но не живя по нему духом, будут гореть в вечных муках, мучиться. Потому ученики и свидетельствуют, как мы видим, что Господь, наконец ты прямо говоришь, и причи не говоришь никакой. Но там повыше, как я говорю, ну потому что я привык на компьютере читать, или по контексту Евангелия мы поднимаемся, мы помним, как Господь притворил воду в вино и как приумножил хлеб. И вот мы помним, что сколько было воды в кувшинах, столько и стало. Поэтому жизнь наша, Господь в какую-то определенную меру скорбя, мы просто любые наши скорби закончатся смертью. У них есть предел, вот шесть кувшинов по три меры. Есть мера скорбей. А вы прекрасно помните, когда Господь преломляет хлеб, он умножается до бесконечности. И умножается до тех пор, пока все ели и не насытились. Более того, даже насытившись пять-семь тысяч толпу, не считая женщинных детей, еще собрали сколько? Это из двух кусочков, или из пяти, там из семи хлебов, там не важно. Мы понимаем, что это минимальное количество с теми цифрами, несопоставимыми, сколько наелись. Пять-семь тысяч, не считая, как красиво все говорится, не считая женщин и детей. Это сколько же ели-то? И что из нескольких хлебов набрали каким-то образом, умудрились там еще и множество корзин. Семь, двенадцать, там не важно сколько. Сам факт. Мы-то не можем, мы вот съедим, и ничего не будет. Поэтому, конечно же, на прощальном ужине уже двенадцать человек, и Господь не делает так, что он ломит, и опять каждому целый хлеб достается. Но образ остается, Господь преломляет, и у каждого свой кусочек хлеба. Хлеб раздается. И мы прекрасно знаем, что радость отнять. Помните, Господь сказал, дальше будет в молитве по Евангелию Иоанна своей, так называемой, пересвященнической молитвы, молиться за учеников и за всех, по их слову верующих, то есть за всех нас христиан, за всех детей своих, за всех своих братьев и друзей, как он сказал, и учеников. И будет говорить, что никто ваш этой радости от вас, ну, конечно же, это хлеб, образ учения, образ свободы, познание свободы, то есть истины. Этой радости, как он говорил уже, даже предвозвещая свои скорби и скорби всех за веру, никто не отнимет, конечно же. Поэтому радость ваша будет совершенна. Христианин, познавший, что я человек, Бог, Иисус Христос есть Бог, имя, которым любовь, я, его образ и подобие, да, то есть у меня три природы, я любовь, я свободен, то есть бессмертен и я свободен, да, вот эти три образа креста воскресения и вознесения, то есть природа моя, природа Бога, это любовь, бессмертие и свобода. И раз Бог такой, и я обладаю этими же, я его образ и подобие, и я обладаю теми же самыми свойствами Божьими, ибо я его дитё, я его образ, образ отца или его дитё. Я человек, я точно такой же, имею точно такую же природу, этот Бог Иисус Христос. А поэтому подобиться я ему могу только лишь свободно, избирая любовь до бесконечности, до конца. И Бог и в вечности не будет мою нарушать свободу. Но человек, становясь богоподобным, уже не может падать. Ибо, как Анна Богослов сказала, в ком пребывает его семя, тот уже не грешит. Человек уже не может, он становится рабом любви, как это красиво, иногда тоже говорят. Не только рабом Божьим по плоти, но и рабом Божьим по духу. Радость отнять невозможно. Вы все прекрасно знаете. Ты там женишься, выходишь замуж, купил машину, бежишь к другу, говоришь, порадуйся со мной, брат или сестра. Помните, как эта женщина, потерявшая и нашедшая Драхму, ну, вдруг с тобой, может, у него зависть, может, еще он не радуется. Сильно он портит нам настроение. Эх, не хочешь, как хочешь, побежал дальше, да? Радость не отнимается. Радость увеличивается. А зато другой действительно человек, любящий другого, он радуется за этого человека. Он, может, сам-то ему и помог, в общем-то, что его мечта осуществилась. Поэтому он сорадуется. Он, во-первых, возможно, принимал участие в этой радости, в том, чтобы эта радость появилась, да? Добавил ему на квартиру, на машину, там, да? Еще на что-то, на свадьбу. Может быть, познакомил его с будущей супругой, да? По сути, явившись, во-первых, причиной этой радости ближнего, да? И, естественно, он сорадуется. Ну, что же он завидует? Он для этого и знакомится. И знакомил его с его будущей женой. И помогал им там с каким-то приобретением, с какой-то радостью, да? Дети родились, все радуются, да? Ну, конечно, может, кто-то, даже какая-нибудь там бесплодная пара даже завидует. Так это же горе. Вы уповаете на Бога, и вам подаст. Люди не способны радоваться. И надо не на соблазны смотреть вокруг, а на себя. Что во мне нет просто любви. Помните, как Господь сказал иудеям? Знаю вас, у вас нет любви к Богу. Знаю вас, вы не любите друг друга, не любите никого. Любите только себя, все в себя пихаете. И максимум, что творите, любовь по закону, как я ее называю, десятиную. Только потому, что это надо из-под палки. Типа, отдашь десятиночку, получишь соточку благословений. Вот вся простая схема. То вы это делаете из корысти, на самом деле. А еще плюс слава, честь, когда фарисей кошелечек достал, и там начал прилюдно в колокольчик позвенел, и стал нищим раздавать, которые все сбежались, да? Все это, конечно, не от чистого сердца и не от призывающего. Так что вот что такое хлеб. Хлеб, он приумножается. Его отнять бесполезно. Он у каждого. И мы действительно должны радоваться друг другу, радоваться этому счастью. Сорадоваться. Сорадоваться ближнему. Это есть хлеб, образ преломления. То именно мы, и он ему отдал, и он ему. Причем, действительно, Бог же раздавал этот хлеб-то. А там мы видим по плоти, как ученики раздавали. Это очень хорошие образы. Что и Бог нам напрямую дает, и опять мы друг через друга эту радость получаем. Бог нас, конечно, радует. Ну и мы любим друг друга. Мы тоже дарим друг другу радость. От Бога-то мы принимаем эту радость как бы внутренне, а внешне от человеков. И это очень здорово. Мир, он многогранный. И все мы его личности. Все мы вот на свете. И скорби. Вот вам и скорби. Потому что, конечно же, он просто говорит сначала. Вот у Луки мы видим, что вначале даже Господь, прежде чем о хлебе сказать, сказав, взяв чашу и благодарив Господа, примите ее и разделите между собой. Но после того, как подал им хлеб, хлеб преломив, также чашу после ужина, говоря, эта чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас, за вас проливается. Образ крови, образ креста – это образ любви. Это только символы. Кровь, вино, даже крест сам. Ну, теперь то же самое в изображении, или из дерева сделанный там, ну, из металла. Да неважно, из чего. Это символ Божьей любви к нам, конечно же. Вот такие вот я вам хотел поделиться. Но подытожу, как всегда, простой мыслью. Атрибутика. Можно сколько угодно преломляться этот хлеб. Можно сколько угодно обпиться вина. Можно сколько угодно при всем при этом, преломляя и выпивая, обвспоминаться о жертве Христовой. Если я сам не живу, да, образ крови по этой своей вере, по этому соучению, мне нет никакой пользы в этом. Никакой я ничего не приобрел. Вера без дела любви мертва. Все это символы и образами, и образы. И все это хорошо, когда это можно делать по вечерам, со своими любящими христианами, которые тебя окружают, братья, сестры. Это здорово. Это можно делать каждый день, через день, раз в неделю. Это не имеет значения. Все это можно делать. Но этим надо жить. Вы можете это никогда в жизни не делать, или сделать там один раз, или два, или десять. А может, вообще никогда не сделайте. Бог нас раскидал в светильнички по разным сторонам планеты, чтобы мы светили. Он нас послал, как овец среди волков. Нам не в святые стайки надо вбиваться, а наоборот, Господь нас раскидывает там, где тьма. Потому что если во тьме не зажать свечку, там и будет тьма. Поэтому все эти символы и образы хорошо. Но смысл простой. Если вы будете целыми днями радоваться с радующимся и плакать с плакающимся, вам ничего не надо будет в этой жизни. Никаких символов. Надо жить. Жить верою своей. Жить истиной. Жить по слову. Все это слова и образы. Все это одно и то же. Поэтому помните это. Радуйтесь с радующимся. И плачьте с плачущим. В этом все Евангелие. Образов много, символов много. Все это хорошо. Но жизнь, жизнь наша будет определять нашу будущность, наше бытие. Вечное блаженное или вечное мучение. Об этом Господь сказал. Господь, когда Петр говорил, он говорил, что суд начнется не с грешников, а с дома Божьего. И судиться будут домочадцы по делам любви к ближнему. Помните это, братья и сестры. Ну, на этом все. Я, кстати, раз уж что тут атрибутика-то, да, приловил. И вкусен. Никто не спасется, братья и сестры, ни хлебом, ни вином. Это все символы и образы. Господь создал этот видимый мир, чтобы мы познавали невидимый. И разделим чашу скорбей. Чаем каркаде. Скажешь, что я богохуйничаю опять про их великое святое таинство чего-нибудь там. Это у меня чай каркаде. Ну, хлеб, правда, настоящий. Видите, даже попробовал. Вчера специально купил. Хотел, правда, лаваш такой купить. Не опресный, но я люблю такой восточный, сухой. Ну, и, кстати, они ели именно такие. Незаквашенное тесто. Но это все, на самом деле, не имеет никакого значения. Ну, так вот, хотел вам это сказать, чтобы вы тоже помнили. Павел сказал об этом великолепно. И что сказал-то? Мы запомним это на всю жизнь. Евангелие читается не словами и не умом, а жизнью. И запоминается не зубрежкой за столом этих стихов о жизни. Радоваться надо с радующимися, причем со всеми. С братьями и сестрами. Ну, там вообще радость, кто знает, у кого есть настоящие братья и сестры во Христе. Это радость безумная, бесконечная и просто неземная. Потому что там единомыслие, понимание, уверенность, надежда, крепкое плечо. Это все, это все. Там сердце полное, вмещенности друг в друга. Ну, конечно же, надо радоваться и с язычниками, со всеми. Надо являть в себе Христа. Это обязательно. А Господь пришел ко всем. Ибо он свет, который просвещает, конечно же, каждого человека. И апостол всех послал, и нас с вами, всех христиан, чтобы мы светили везде, где только можно было. Ну, все. На этом закончим. Будет еще один ролик, как минимум, о прощальном ужине, но это в другой раз. Давайте поблагодарим Господа за все и будем прощаться. Господь мой и живой Бог наш. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Любвеобильный, любящий, заботливый наш родитель и могущий, ибо ты Бог и ты любовь. Господи, Иисус Христос, слава тебе. Братик Солнышко, слава тебе, Боже наш, слава тебе. Спасибо за все, за всю любовь твою, за все, что поддаешь нам, за то, что открываешь нам ум к разумению истины твоей, слова твоего, писания твоего. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Спасибо за то, что поддаешь нам все, просто и будут и без упреков все потребны для жизни для веселья для знаний для исцеления для здоровья для защиты все за все спасибо господи господи спасибо тебе за всех братьев и сестер слава тебе боже наш слава тебе все твои благословения всегда на всех людях но особенно на всех халчущих и жаждущих тебя познание тебя истины твоей через дела любви к ближнему полностью отвергнушись себя уповая на тебя твоими дарами для твоей славы слава тебе боже наш слава тебе господь иисус христос и бог любовь и вчера и сегодня и завтра всегда с нами бог живой и вознесся только для того чтобы мы сейчас немножко поскучали немножко подвязались в подвиге верности любви к нему его не видя не созерцаю но время время близко когда кто туда пойдет а может быть и конец всему скоро близок всему конец как говорил павел никто не знает кому понравился ролик ставим палец вверх кому не понравилось все равно ставим делитесь кем считаете нужным социальных сетях в личными сообщениями всем адреса канальчиков наверху контакты для связи внизу все полезные ссылочки как всегда справа всех нежно целую крепко обнимаю храни христос пока пока до встречи в следующем ролике